Ну а самым громким спортивным событием лета стала Евро-2020 сборной Италии чемпионы. Накануне завершился футбольный турнир. Были победы многие рекорды. Это первый в истории турнир по масштабу охвату территории. Матчи проходили на 11 стадионах в 10 странах. И несмотря на коронавирус, на отдельных играх были аншлаги. Кстати, именно из-за ковида первенство отложили на год. И этот перенос обошелся у ЕФА почти в 1 миллиард 300 миллионов евро. На соревновании забили рекордные 142 гола. Это на 34 мяча больше, чем на Евро в 2016. Есть и достижения с приставкой «Анти». На счету у коллективов 11 автоголов. Еще одной особенностью стало большое количество назначенных пенальти. 17. И впервые с 1976 года победитель Евро определился с пенальти. Сборная Италии оказалась хладнокровнее и переиграла команду Англии. Напомню, англичане также впервые в истории сыграли в финале чемпионата Европы. Кристина Камыша о чемпионате, который уже стал историей. Ответственность, которая лежала на парнях Гаррета Саутгейта, была колоссальной. Шутка ли первый финал для Англии на континентальном форуме в истории и первый решающий матч на крупном турнире за 55 лет. До этого был тот самый победный Мундиаль в 1966 году. Королева Великобритании Елизавета II, обращаясь ко сборной со словами поддержки до поединка, вспоминала, кстати, ту самую Викторию. Финал ее величества не посетила. От монаршей семьи были делегированы принц Уильям с герцогиней Кейт Миддлтон, которая вышла из самоизоляции, а также юный принц Джордж. Трем львам откровенно повезло. Полуфиналы и финал прошли на легендарном и родном Уэмболи. На три четверти был заполнен стадион почти 65 тысяч человек. И 90% из них это местные фанаты, так как зрителям из других стран не дали прилететь по причине COVID-19. Самый дорогой билет на решающий матч официально стоил 945 евро. А у перекупщиков цены на квитки достигали, внимание, 40 тысяч евро. Кто не успел, тот не опоздал. За два часа до стартового свистка около сотни болельщиков прорвались сквозь кордон охранников. Кого-то из безбилетчиков Стюарда Уэмбли смогли отловить. Однако остальные зайцы с трибун за футболом наблюдали таки бесплатно. За англичан были и оракулы. Британская такса по кличке Бешеная сосиска естественно выбрала родной рост Биф. Жираф в израильском зоопарке тоже предсказал победу самой дорогой команде турнира. Стоимость всех игроков в трех львов – 1 миллиард 250 миллионов евро. Защитник хозяев Люк Шоу стал автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы. Игрок обороны отметился мячом уже на 117 секунде матча. И тот удар в створ ворот Джан-Луиджи Донарумы так и остался единственным. Большего сделать мы были не в силах. Серия пенальти – это всегда худшая вещь на свете, когда ты проигрываешь. Мы здорово провели этот чемпионат и можем гордиться собой. Не стоит вешать нос. Но сейчас очень больно, и эта боль вряд ли быстро утихнет. Леонардо Бануччи после перерыва сравнял счет. Матч перетек в экстратаймы, а потом в серию пенальти. Джан-Луиджи отразил два удара. В еще одной дуэли за Донаруму сыграла штанга. Голкипер Талии вновь принес победу своей сборной в серии 11-метровых, а заодно и титул чемпионов 3-2. А Бануччи обратился к английским болельщикам, которые на протяжении всего матча освистывали итальянскую команду. Слова Леонардо – это отсыл к неофициальному гимну родоначальников футбола. Кубок не остается в Великобритании, но едет в Италию. Да, мы слышали это каждый день с того момента, как Англия обыграла Данию. Мол, кубок возвращается в Лондон. Простите, ребята, но на самом деле кубку предстоит приятный полет в Рим. И теперь итальянцы по всему миру могут отметить эту победу. Она для них, она для нас. Мы все вместе верили, что сможем ее добиться. Сборная Италии выиграла турнир старого континента во второй раз в истории. Предыдущая победа случилась аж 53 года назад. У меня невероятные игроки, не могу найти слов, чтобы их отблагодарить. Просто блестящая команда. Матч в любом случае был бы трудным, но быстрый гол Англии сильно осложнил нам жизнь. Но потом мы владели преимуществом. В серии пенальти всегда нужна удача. Мне немного жаль англичан, ведь и они провели отличный турнир. Нечто невероятное творилось в Италии. Рим, Венеция, Милан не спали всю ночь. Сколько болельщиков вышли на улицы, почитать невозможно. Сотни тысяч опенинцев пели гимны и национальные песни, завернувшись в флаг своей страны. И уже сегодня кубок Анри де Лане вместе с победителями Евро 2020 прилетел в Италию. В аэропорту новых чемпионов встречали тысячи фанатов. Футболисты и тренеры искренне благодарили всех за поддержку и веру в команду до конца. Вот так выглядит единство. А вот это разочарование по-английски. Во-первых, произошли массовые стычки между фанатами. Естественно, есть пострадавшие из них 19 полицейских. Во-вторых, свое отчаяние проигравшие выплескивали на улице родного Лондона. Разочарованные результатом, болельщики жгли файеры, переворачивали урны и крушили все на своем пути. Столица просто погрязла в мусоре. В итоге были задержаны 49 человек. Властям Лондона даже пришлось закрыть несколько станций метро на время. На этом история Италии не заканчивается. Сборная не проигрывает уже в 34 встречах подряд. Мировой рекорд 35 победных матчей к ряду принадлежит Испании и Бразилии. Свою серию сквадра «Дзура» продолжит уже на пути к Мундиалю. Кристина Камыш, агентство теленовостей.